Психолога-психиатрическая экспертиза признала невменяемым Дениса Поздеева, обвиняемого в убийстве шестилетнего ребенка в детском саду «Сказка» в октябре 2019 года, сообщила сегодня пресс-служба Управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненинскому округу. Завершено также предварительное следствие по уголовному делу по обвинению охранника частного охранного предприятия Ненинского округа в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших убийством мальчика в детском саду. Завершено также предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 35-летнего сотрудника частного охранного предприятия «Святогор» в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, повлекшее по неосторожности смерть человека. По версии следствия, 31 октября 2019 года около 13 часов 30 минут 36-летний житель города Наринмара подошел к центральному входу детского сада «Сказка» и позвонил в домофон. Охранник в нарушении установленных правил, дистанционно, не выходя из комнаты, охраны и не учитывая цель визита, открыл тому входную дверь. Мужчина беспрепятственно поднялся на второй этаж и прошел в спальню одной из групп, где во время тихого часа отдыхали дети. Одна из воспитателей попыталась преградить ему путь в спальню, но мужчина оттолкнул ее и подошел к одной из кроватей. Второй воспитатель побежала звать на помощь. Сотрудник детского сада по хозяйственной части нажал тревожную кнопку. Однако к этому моменту мужчина уже причинил смертельные ножевые ранения шеи шестилетнему мальчику. На месте преступления его задержали охранник и рабочий детского сада, которые удерживали до прибытия сотрудников управления Росгвардии и полиции. Вопрос о психическом состоянии подозреваемого в убийстве ребенка, который пояснил следователю, что слышал голоса в голове, а также говорил про сатану и жертвоприношение. Сразу же встал после его задержания. В отношении него в институте имени Сербского была проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что он страдает психическим расстройством и на момент совершения инкриминируемого ему деяния был невменяем, в связи с чем нуждается в применении принудительной меры медицинского характера. Охранник, который на момент указанных событий отработал в ЧОПе не более двух месяцев, свою вину признал частично и пояснил следователю, что пропустил мужчину в детский сад, так как принял его за родителя одного из детей. На период следствия и в отношении охранника ЧОП избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела оно будет направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.